слава всецело поддержь взгляд на народовласть но не понимаю почему ты восторгаешься вором полководец возможно он полководец но он душитель свобод подавлял все народные восстания общего все только тех на которые его посылали до пугачевского не успел подавить его подавили уже бери еще без него в польше успел подавить да и что но эта история я восторгаюсь суворовым как полководцем они как любителем свободы анархистов да мне очень важно да тот опыт который передал суворов с точки зрения войны и как-то я восхищаюсь военным талантом все остальное какое-то имеет значение я же я горешь не восхищаюсь тому как он там с крестьянами своими обращался тем более я не знаю как он с ними обращался он был крепостник выполнял роль узурпатор царя еще дальше и что я должен сказать у вас вот там хорошие военачальники да там юлий цезарь там был узурпатор восхищаемся мы восхищаемся наполеон был узурпатором мы восхищаемся конечно восхищаем еще как юрист восхищаюсь потому что в гражданский кодекс такой принял кодекс наполеон вы думаете нужно смотреть вот если там это узурпатор какой-то или там крепостник все все остальное надо отбросить и мне кажется это тогда может быть имел какое-то значение сейчас от ни малейшего значениями часок надо оставить историю она а дальше надо сказать что суворов мразь на профессиональном деле никакой суворов не мразь суворов достойный человек очень достойный человек который не лихоим ствол до никогда в жизни то есть известен тем и своими шутками и прибаутками приколами и не был корыстен то суворов был корыстен не служил потому что и папа его служила дедушка его служим то там система такая была кто-то тогда что-то другое предложил тогда же даже еще декабристов небо хочу вы говорить вы исходя из той временной точки которые сейчас до пытаетесь оценивать человека насколько он там был нравственным очень нравственный человек суворов и очень сдержанный человеку так что я не могу ничего сказать о нем там сверх плохого такого что сейчас любит писать он не был особым злодеем по отношению ко всем остальным военным которые находились ряд так что вы как-то старайтесь да отдавать богу-богу а кесарю кесарю да то есть сейчас такая временная точка у нас когда нам все вид и это все очевидно это очевидно да а что вы думаете про кутузу ну очень хитрый человек был умный человек кутузу все о нем думать потрясающе смелый человеку то в молодые годы говорят не очень умный был но смелый но не очень умный потом получил пулю в башку который вынесла глаз кстати глаз вид пули посадить попал в висок прошла и то есть прошла вот тогда и в этом глазу застрял но башка на вылет фактически была прострелена и стал умнеть всех отмечают что начал как бы проявлять недюжины и таланты ум а потом когда второй раз его башку еще запулили да уж 20 в голову был ранен так вообще просто трясы потрясающим дипломатом стал и так дать суворов или кутузов четвертовал народовольцы и емельян пугачёв приказ царя шутить что там нашлись и без суворова и без кутузова люди кто это сделали невзоров на суворов волну погону понятно что сейчас очень любит какие-то такие вещи там но это же очень здорово да то есть какие-то имена всем известны надо что-то вытащить такой высосать из пальца раздуть до невероятных масштабов и заявить это вот так было бы кто может оспорить так это было не так тем более что мир готов люди готовы это вкуривать да всасывать в себя как все любят вспоминать прошлое давайте в эти страшные дни будем думать о будущем я с вами абсолютно согласен мне тоже кажется все это надо оставить в прошлом ведь суворов мог поддержать пугачёв вот это был бы настоящий исторический побед над зузурпаторами народная республика хотя пугачёв таким себе объявил да пугачёв разве не был самозванцем вот представьте себе что суворов должен был выбрать между екатериной который он присягал да и пугачёвым которым он точно не присягал до который является самозванцем но хочет тоже быть царем пугачёв шел с какими-то идеями что кто-то тогда высказывал идеи народовластия может быть да тогда еще капитализм не слышал в россии по крайней мере